Уважаемые друзья, позвольте приветствовать имени профсоюза грудящихся мигрантов, всех рабочих, которые находятся в этом зале профсоюзных лидеров. Поприветствую также делегата Всемирной Федерации Профсоюзов, товарища Петроса, Всемирной Федерации Профсоюзов, которая отъединяет 92 миллиона трудящихся в 120 государствах на всех этих континентах. Несколько слов о положении трудовых мигрантов, о том, как работают трудовые мигранты. Трудовые мигранты, за редким исключением, есть трудовые мигранты, которые устроены хорошо, работают в соответствии с трудовым кодексом. Оставшаяся часть трудовых мигрантов работает в очень тяжелых условиях и служит для властей таким своеобразным параном, которым они бьют по трудовому кодексу, имея в виду, что раз трудовые, раз иностранные граждане, трудовые мигранты могут работать по 12 часов, значит и российские граждане тоже могут и должны работать по 12 часов. И на деле так это и происходит. Например, работают иностранные граждане, метростроевцы под землей в два раза больше, чем положено по трудовому кодексу, под землей можно работать 6 часов в день, а мигранты работают 12 часов в день, значит, кроме этого они работают 6 дней в неделю, они 5 дней в неделю, имеют только один выходной день, воскресенье. И рядом с ними работают граждане Российской Федерации, тоже работают так же, но стоит только разница, что они 15 дней находятся в Москве, а 15 дней уезжают к себе в Ставропольский край, в Карачаево-Черкесию и так далее. А со временем, я думаю, что они также будут работать здесь, значит, и весь месяц. Как работают трудовые мигранты? Вот так они работают. Как живут трудовые мигранты? Трудовые мигранты живут в общежитиях, но не в таких общежитиях, как мы привыкли в советское время, квартирного типа, со всеми удобствами, а это приспособленные общежития из бывших складских, производственных помещений, два этажа кровати, по 12 человек в комнате, удобство в конце коридора. Вот это жизнь трудового мигранта. И как они могут выполнять законы Российской Федерации? Вот так же, как выступала моя коллега из Воронежа, Елена, когда она говорила, что на деле есть хорошие письма из Минздрава, что есть письма, но нельзя выполнить эти письма. Точно так же есть и законы миграционные в Российской Федерации, которые написаны, и может быть даже они написаны, если не сведущий человек на них посмотрит, написаны в интересах рабочих, а на деле выполнить эти законы невозможно. Например, первым делом, с чем сталкивается иностранный гражданин, когда приезжает сюда, это он должен зарегистрироваться, встать на миграционный учет. Для этого у него должна быть принимающая сторона. Принимающая сторона хозяйка квартиры, либо работодатель. И ни хозяйка квартиры, ни работодатель не хотят регистрировать иностранного гражданина. А с 8 июля внесли поправки в законодательство, что не каждый работодатель зарегистрирует, а только тот, который предоставит своему иностранному работнику жилье. Казалось бы, забота об иностранном работнике. Ему сейчас дадут общагу или снимут квартиру. А на деле даже те работодатели, которые делали эту регистрацию скрипя сердцем, теперь они не могут ее сделать. Вот такие проблемы, с которыми сталкиваются трудовые мигранты. Далее, они платят налоги больше, чем граждане Российской Федерации. По закону в Российской Федерации 13% плоская шкала налогообложения, НДФЛ. А мигранты, которые работают по патентам, платят авансом этот налог. Размер этого аванса в разных субъектах Федерации. В Москве 4 500. 4 500, если мы посчитаем, это примерно 13% от зарплаты в 35 тысяч рублей. Вот если он получает меньше, чем 35 тысяч рублей, то он платит, получается, де-факто больше, чем 13%, потому что он заплатил авансом, назад ему ничего не возвращается. Если он имел неосторожность устроиться в ГБУ жилищник, в котором десятки тысяч иностранных граждан работают, и там заключает с ним временный трудовой договор, то бухгалтерия ГБУ жилищник удерживает из него 13% НДФЛ, так же, как с российского гражданина. Российское государство подразумевает, что может иностранный гражданин обратиться с письмом в бухгалтерию с просьбой за честь 4 500 рублей, чтобы у него уменьшили его налог на эту сумму. Но так написано на бумаге, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. А какие овраги? Овраги такие, что бухгалтерия говорит ГБУ жилищник, либо работаешь так, как работаешь, либо увольняешься. Понимаете? И тут закрадываются сомнения. А само ли ГБУ жилищник такие решения принимает? Потому что ведь ГБУ жилищник не холодно, не жарко то, что он компенсирует этот авансовым образом оплаченный НДФЛ. Потому что это идет в московский бюджет. И тогда возникает мысль революционная о том, что эта мэрия Москвы, вероятно, по телефону, навряд ли какой-то депеший, чтобы не оставлять никаких следов. Говорит, не надо никаких компенсаций, пусть платят. А будут вякать, скажите, уволен. И таким образом, мигранты, очень выгодная статья для бюджета. Она со всех сторон выгодная. Во-первых, в мигранта, в эти рабочие руки не вложило российское государство ни гроша. Он готовый приезжает сюда. Во-вторых, его можно таким образом дважды постричь. В-третьих, мигранты говорят, что жизнь тяжелая, мы как дойная корова. А на самом деле, чтобы корову подоить, ее надо покормить, почистить из-под нее что-то. А мигранта кормить не надо. Мигрант, кормясь сам, он создает внутренний рынок потребления в Российской Федерации. Огромный рынок потребления. 10 миллионов мигрантов в России. Миллион в Москве. Еще миллион в Московской области. Все потребляют. Все приобретают на полученную зарплату продукты питания, одежду, транспорт и так далее. И в этом отношении мигранты, конечно, очень хороши. Как какой-то прообраз, в каком направлении нужно действовать, двигаться для того, чтобы вообще и российские работники точно так же работали, точно так же жили и точно так же поддерживали бюджеты, которые можно безнаказанно воровать. Значит, вот посмотрите, какие выводы делают мигранты из всего этого. К сожалению, не такие выводы, которые мы здесь все ждем. Они говорят, да, значит, это, видимо, так должно быть, так будет всегда. Но как же так мы им говорим каждую субботу на семинарах? Ведь вы же не за себя должны переживать, за детей своих испугайтесь, ведь ваши же дети займут ваше же место. Понимаете? Пока трудно доходит до людей. Потому что вы правильно говорили, что пока еще не такие тяжелые условия жизни. Потому что мы стоим на плечах Советского Союза. Потому что в Советском Союзе мы получили квартиры, в Советском Союзе мы получили дачные участки какие-то, в Советском Союзе, я не знаю, может быть, мы донашиваем одежду какую-то, которую в Советском Союзе купили. Поэтому пока еще люди могут сводить концы с концами. А по Москве глядя, так и вообще прекрасно. Понимаете, машины, зачем нам Советский Союз, там можно было только Жигули или Москвич, а сейчас у нас вот такие прекрасные автомобили. Поэтому выводы неутешительные, выводы надо терпеть. Бог велел и нам терпел. Мусульманин родился для того, чтобы страдать. Вот это психология, с которой приходится сталкиваться, и которую долго нужно перемалывать, долго делать муку. Но есть же и люди, которые понимают, которые прислушиваются к словам, которые бросаешь в эту безропотную, темную, плохо одетую толпу. Потому что это другие слова, не те, которые из дуроскопа идут. Значит, это из нашего телевизора. Потому что телевизор это огромная кувалда, которая забивает в мозги людей информацию, которая нужна правящим классам. И некоторые члены нашего профсоюза это понимают, и они говорят, что мы придем ко времени, когда телевизор будут выдавать бесплатно. Как раньше давали, ретрансляторы вот эти. Значит, ну вот это вот несколько слов о мигрантах. Я думаю, что они в значительной степени относятся и к нам, к россиянам. Мы могли бы, ну мы взаимодействуем с левыми партиями. Здесь вот присутствуют ребята, с которыми мы вместе добивались выплаты заработной платы. Большое спасибо. Это очень плодотворное сотрудничество. Мы дальше открыты к нему. С какими вот, с какими сталкиваются профсоюзами трудовые мигранты? Вот смотрите, профсоюз. Ребята ушли, шестеро голодающие. В ГБУ, автомобильные дороги, есть профсоюз. Есть российский профсоюз. Причем членство в нем обязательно. Я разговаривал с членами этого профсоюза. Просто по бульвару ходил, раздавал газету нашу профсоюзную. Вижу, идет аккуратно одетая женщина, с рюкзачком метет. Я думаю, мигрантка из Украины. Нет, мигрантка из Ёжкаралы, из тракторного завода, который лег на бок, его пытались восстановить. В итоге его нет. И вот она приезжает сюда, 15 дней вот в этом общежитии, двухъярусной кровати. Вот тут же принимают профсоюзы и высчитывают профсоюзные взносы. И это говорит о чем? О том, что люди к самому слову профсоюз испытывают отвращение. Значит, мы могли бы здесь, и вот с Муингиаком, два буквально, две минуты, с Муингиаком. Вот ребята работают по 12 часов, таджикские и узбекские метростроевцы. Молодые ребята, пока до 30 лет, они еще могут так работать. Что будет дальше с ними, непонятно. Там в этом Смуингиакоме тоже есть профсоюзная организация. Российская организация профсоюзов работников строительства и строительных материалов. Но член в Смуингиаком работает тысяча человек, а строительные организации 37, я узнавал в Московской Федерации профсоюзов. Это кто такие? Это бухгалтерия, кадровые службы и так далее. И они имеют коллективный трудовой договор с руководством этого Смуингиакома. И в этом коллективном договоре написано 6 часов рабочий день и заработная плата. И 1 мая мы идем на улицу 905 года, гонимые, нищие. Там митингуем нас 20 человек и вот эти ребята из Смуингиакома. А по телевизору вечером я смотрю, 1 мая идет по Красной площади, как в советское время, лава народу под синими профсоюзными флагами ФНПР. И там я вижу лозунг, Смуингиаком несут лозунг. Вероятно, эти 37 членов профсоюза. И там с трибуны им говорят, да здравствуют московские метростроевцы, которым полгода не платили зарплату. Понимаете? Значит, мы могли бы от слов перейти к делу и сделать, прям вот использовать сегодняшнее мероприятие для двух вещей. Одно бесспортное, мне кажется, вы можете за него единогласно проголосовать. Я написал коротенькую резолюцию. Мы, ниже подписавшиеся участники международной конференции, дадим ее название, единодушно осуждаем антипрофсоюзные действия администрации ГБО автомобильные дороги, незаконно уволившие действия администрации, незаконно уволившей членов профсоюза, выступивших против нарушения норм Трудового кодекса Российской Федерации, и обратившихся в правоохранительные органы с требованием проверки фактов хищения бюджетных средств в ГБО автомобильные дороги. И каждый подпишет. Подпишем? Да. Подпишем. И у каждого есть, у многих есть средства массовой информации свои разместить там. Использовать это дело в ходе предвыборной кампании. Сейчас в Москве идет бурная предвыборная кампания мэра. Один из кандидатов в мэры, Сергей Семенович Собянин, он все время говорит, как хорошо транспортный цех работает, как развивается метрополитен, и вот это можно как-то сунуть палку такую небольшую в колеса. Вот это подписать. И второе. Мы были бы плохими интернационалистами, если бы не воспользовались с уникальным шансом присутствия здесь наших братьев из Украины, возвысит голос против этой кровопролитной, кровавой бойни, которая, ну могут сказать, не каждый день умирает, но 10 тысяч погибли. За что они погибли? Значит, в Восточном Украине. Значит, вот мне очень не нравится, выступал товарищ из братьбы, и он говорит, государственный переворот, как будто бы в Украине в ходе оранжевой революции свергли советскую власть. Ну свергли одних капиталистов на других, поэтому для нас этот государственный переворот мало что значит. Для нас значит то, что людей заводят за пень, украинских, с основной, с настоящей Украины, говорят, вот тут, значит, вата, тут они не понимают демократических ценностей, тут они кусок земли у нас забрали, а, значит, вот этих, которые здесь, в Донбассе, в Луганщине, говорят, что оттуда идут орды фашистов, которые, значит, сейчас сделают то, что не сделал Гитлер. Понимаете? Нам нужно найти какую-то форму, значит, ну такую мягкую, обтекаемую, что мы против вот этого дела. А это будет бесконечно, если мы не возвысим свой голос. Ну неужели, значит, в четырнадцатом году Владимир Ильич, Ленин и большевики, значит, призывали брататься с немцами, воткнуть штык в землю, а мы вот в родной этой Украине не можем, у нас у многих жены украинки, у меня жена наполовину украинка. Понимаете, я никогда не поверю, что украинский рабочий фашист, понимаете? А вот то, что русский рабочий в Атане, я могу поверить, это обидно, потому что я тоже русский рабочий, потому что он находится под влиянием телевизора. Вот я заканчиваю, если будет такое желание, я тоже могу написать два предложения, которые от имени нашей международной конференции, и я здесь не поддерживаю Всемирную Федерацию профсоюзов, которая заняла однозначную сторону Луганска и Донбасса. Мы должны быть выше над этим делением, понимаете? Ну я надеюсь, что вы понимаете. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok